Давайте посмотрим, как это выразилось. Я попытаюсь сейчас объяснить, как в нашей истории произошел расклад на Иосефа и Иуду. Смотрите, про Иосефа говорится, что это обвинители Савы, Сетно Шелесава. Яков сидел у Лавана до тех пор, пока не родился Иосеф. Почему? Потому что он боялся Иосефа, боялся возвращаться. Когда родился Иосеф, Яков сказал, все, вот теперь можно возвращаться, потому что есть тот, кто ему будет противостоять. Иосеф – это то начало, которое в состоянии противостоять Саву. Он должен подрасти в начале, понятно, но тем не менее, до того, как он родился, не мог Яков уйти от Лавана, он боялся. Тут все, родился Иосеф, можно выходить. Теперь, что это означает по смыслу? Это означает, что когда будет окончательное столкновение с Иосавом, оно впереди. А Исав – это понятно, кто такой, да? Это Запад. Это Рим, это христианство, и на сегодня это Запад, западная культура. Это Исав. Значит, когда будет с ними окончательное столкновение, то воевать с ними успешно, так сказать, будет именно Иосеф, потомки Иосефа. Теперь, сейчас будем пускать, сейчас будем пускать, тут за столом, в частности. Да. Значит, это означает, что когда, хорошо, когда будет окончательное столкновение, мы еще посмотрим. Но до того был Галут. Возникает вопрос, а что с Галутом? Как Иосеф себя ведет в Галуте? Он в состоянии пережить Галут или нет? Естественно, да, иначе бы ничего не осталось, правильно? Значит, возникает тогда вывод, что Иосеф – это тот, кто в состоянии пережить Галут дом, Галут Исава. Что такое Галут Исава? Что такое христианство? Кто там был в Галуте в этом? Ашкеназы в основном. Ашкеназим были в христианском Галуте. Правильно? Сфарадим? Сфарадим? Их тут же изгнали из Испании, так сказать, как только христиане пришли, правильно? Правильно или нет? Пока там были мусульмане, все было хорошо, там были Сфарадим. Потом их изгнали, куда они пришли? Мусульманские страны они пришли. Правильно? Сфарадим, Мизрахим, Тайманим, Дотавадили. То есть все остальные не были в христианском Галуте, правильно? Они были под мусульманством. Ну, мусульмансы не сразу, понимаешь, но возникло. То есть ты говоришь, что христианка Галута началась после... Не понял. После 15-го, 16-го века. Нет, конечно. Нет, почему? Я говорю о том, что Галут Эдум, да, то есть Исав, это Рим, да? Почему ты говоришь, что Ашкиназовики? Я пытаюсь понять, кто такие сыновья Йосефа. И я привожу идею, что раз они будут воевать в конце с Исавом, это означает, что у них есть силы пройти через Галут Эсава. Окей? И теперь я сопоставляю, кто же был в этом Галуте Эдумовском. По-моему, были все. Нет, не все. Нет, не все. Эдум не были. Но Эдум, это Ашкиназов, Европейская культура. Конечно. Европейские евреи были... Да. То есть Йосеф прошел Галут, и у них есть возможность победить Исава. Вот Миша, к чему идет. То есть, если очень грубо говорить, то Ашкиназов, Ашкиназов, это и есть сыновья Йосефа. Понимаете? Да. Теперь. Амараканские. Амараканские. Почему Амараканские? Амараканские. Почему? Ну, это, знаете, ну, давай распрощим, да. Ну, давай послушаем. Физически оно рядом не лежит. Давай послушаем все. Ну, объясните. Это же важно. Ну, потому что это же были северные колены, а колено Йосефа ушло с севера, северное израильское государство. И они покинули землю Израиля давным-давно. А мы, это вот Бенемид и Леви, Зеу, три колена. Нет, ты лишь, что физически, а, так сказать, и генетически. Да, окей. Потому что все эти колена исчисли, а это колено разделилось на те же самые два принципа. То есть, тут получается, видимо, так, что при делении в любом возникают эти два полиса. То есть, если распилить магнит пополам, у тебя все равно окажутся южный и север. Это правильно. Но я вам задам другой вопрос. Откуда ашкеназы появились в Европе? Нет. Это неизвестно. Когда известно, известно. Были, например, кусты из Рима и Греции. Но я не могу сейчас задерживаться на этом. Тут происходит, из этого посока мы видим, что братьям было важно продать Йосефа не абы кому. Потому что бениани, эти самые, медианим проходили, сухарим, да, торговцы, и им не продали. А продали именно эсмолитянам. Понимаете? То есть, тут было важно именно эсмолитам продать. Я оставляю за скобками вопрос, откуда взялись эсмолиты в то время, да? Как откуда взялись? Ну, хорошо. Они просто закрыли родство уже. Вот что потрясающе. Да, предположим. Значит, ответ, традиция каббалистическая нам дает потрясающий совершенно ответ. Теперь возникает вопрос, что это за распил, да? Сейчас мы подошли, собственно, к вопросу, что это за распил. История, когда Яков возвращается от Лавана, в землю Израиля идет, да? И по дороге он слышит, что Исаф вышел к нему на встречу с армией, 400 человек. И он страшно боится, что теперь будет. И что он делает? Он разделяет народ. Разделяет народ. На два стана, да? И говорит, что если Исаф побьет один стан, то второй спасется, да? Значит, как он разделил? По какому принципу? Лей и Рахель. Это говорит Таргум Йонатан, да? Говорит, что есть стан Лей и стан Рахели. Мы понимаем, что стан Рахели – это Йосеф. Гениамин еще не родился тогда. Да. Ну, рабыня у нас была. Ну, еще и битка. Рабыня, да. Вот, да? А Лея – это все эти братья, которые продавали Йосефу, да? Значит, ну, кроме этой рабыни, действительно. Значит, что происходит? Что… Кого он вперед выставил? Лею, конечно, потому что Рахель – любимая жена. Поэтому она будет сзади, естественно. Если побьют Лею, значит, Рахель спасется. То есть, с одной стороны, с одной стороны, можно сказать, молодец, не положил все яйца в одну корзину. С другой стороны, из этой фразы следует, что он боготовый был пожертвовать Лею ради Рахели. В каком-то смысле, да? Ну. Во всех смыслах и всю жизнь. Хорошо. Подожди, подожди, подожди. Дополни эту картинку. Я сейчас этим не занимаюсь. А он-то сам где при этом был? А он сам воевал потом? Он сам был отдельно от них обеих. Секунду. На том берегу Ябука. Правильно. Правильно. То есть, не сной, не с той. Секунду, сейчас дойдем. На каком берегу, о чем вы говорите? Когда он приходил за горшой. Он перешел, на утро он перешел, а потом они встретились с Ильсусом. И Сара позже они встретились, после того, как все перешли. Он сначала перевел всю свою семью. А Сара остался на том. Потом он пошел туда на ночь, а потом он вернулся утром, а потом только они встретились. Значит, всегда есть три персонажа. Есть Творец, который разделяет Адама и Хаву. Их три всегда. Значит, тут у тебя есть Яков и есть Ле и Рахет. Трое всегда. Яков их разделяет. Понимаешь? Их никто не спрашивает, разделять или нет. Он приходит и разделяет. Так же, как Творец. Не спрашивает Адама и Хаву, разделять их или нет. Это распир. Если ты говоришь о предпочтении. А? Если ты говоришь о предпочтении одной половины и другой, то где мы здесь видим их почти примерно равное? Сейчас тебе скажу. Все очень просто. Не то, что он с одной половиной. Очень просто. Нам сегодня уже говорят, ребята, есть Израиль внутри зеленой черты. Да. Его надо спасти во что бы то ни стало. И если ради того, что спасти Израиль внутри зеленой черты, нужно пожертвовать то, что называется территориями, поселениями, то мы это сделаем. А что делать? Это то, что нам говорят уже сегодня. Вы понимаете? Я говорю, что сегодня идет демонизация, так сказать, поселенничества. С тем, что если понадобится оттуда уйти, если совбез, грубо говоря, примет решение, что мы должны уйти к границе, к зеленой черте, то нам придется, мы же не можем противостоять Исаву. Мы же не можем быть все против мира целого. Нам придется уйти. И нам это подадут как вынужденную меру во имя спасения Израиля. Во имя спасения людей внутри зеленой черты. Никто не подкопается. Скажут, ну, ребята, вы же понимаете все. Да? Но в результате что это означает? Нам уже давно начали капать на мозге на тему того, что поселение нужно оставить по суверенитетам этих друзей. То есть речь не идет о том, чтобы их всех внутрь занести. А наоборот, речь не идет о том, чтобы оставить их за бортом. Понимаете? И это то, что прослеживается уже давно. Я не хочу сейчас переходить на политику, так сказать, да? Но вы можете это проследить. Когда был вброшен вопрос, а почему, если у нас есть арабские населенные пункты на территории Израиля, то почему бы еврейским не быть там под их суверенитетом и так далее? Это уже давно муссируется. Понимаете? Это давно уже происходит. То есть это происходит на наших глазах. А выясняется, что не вырежут. Выясняется, что не вырежут, потому что иначе не произойдет потом этого соития, сказать, скалы. Те, кто там и те, кто здесь, должны в результате соединиться. Получается, что они каким-то образом выживут. Понимаете? Не знаю как, не могу ответить на этот вопрос. Может быть, ну понятно. С парадин туда поселятся. Они уже и так там. Они уже и так там, конечно. Они уже и так. Я вам читаю теперь то, что написал, был такой Рав-Барух Шапира, Зихруна Левраха. По-моему, он умер в 96-м году. То есть до размежевания, задолго до ОМОНа и так далее. Он написал, надиктовал книжку. И где-то в середине 90-х вот это он написал. Вот послушайте. Тот, кто захочет конфисковать оружие у поселенцев. И такель будет нагдут алима. Встретит ожесточенное сопротивление. В ее Каэле будут те, что яйцул от этот нишкам, которые вынуждены будут отдать свое оружие. А в Аль-Эм ясигу нэшек ютертов, но они приобретут оружие лучше. Килумар и Этслам цава кмо цава. То бишь будет у них армия типа армии. Эм юмру, эм ясру. Этмит нагдин. Они, значит, запретят этим самым... Тем, кто против них, да? Да, да, давайте попробуем. Там будет лучше видно. Можно там? Да. Короче говоря, я скажу своими словами. Он говорит так. Он говорит, что будет сопротивление отчаянное. Он говорит, что... Дальше, дальше, почти внизу. Что они вынуждены будут отдать оружие, но приобретут лучше. Что они перекроют доступ нарушителям завета, так он их зовет. Вода он сомали. Во иуда и шамерон, он будет делать трудности, в том числе... в Мерсей Абрит и не пришли к ним к ним к ним к ним к ним к ним и они 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 в Иллюзии находятся в Иллюзия и Шумерон и они не сделали их здесь они были о 周り и они они Миша, я с вами с вами. Он говорит такую вещь. Он говорит, что они создадут свое политическое образование, что у них там будет посольство, что у них будет что-то типа армии, что появится масса вкладчиков в Иудею и Самарью, что они скажут, что мы остаемся, они никуда не уходят. Дальше в конце он добавляет, что но с газой такого не произойдет. Газу отдадут нарушителям завета, управлять там или же отдать ее. Это он пишет в 96-м году или чуть раньше. Теперь, эта книжка у него называется «Исследование пророчеств». Да, это то, что он утверждает. Теперь, он не утверждает, что он пророк, он не пророк. Он говорит, что это анализ пророчеств. Теперь, на каком основании, что значит анализ пророчеств? Я буквально последнюю фразу. Значит, в Захарии сказано «Гам иудателла хэм беру шалаем». И Иудея будет воевать против Иерусалима. Да, и Ираша говорит, что в отсутствие выбора они будут воевать против Израиля. То есть, произойдет раскол, и будет война. Но зато потом все будет хорошо. Значит, я вам скажу еще одну вещь. Значит, в том же Захарии говорится И не останется от Исава ничего. Возникает вопрос, почему здесь Бейт-Яков отдельно, а Бейт-Юсеф отдельно? Казалось бы. Есть Ибрея, есть Исава, они воюют? Нет. Тут есть Бейт-Яков, есть Бейт-Юсеф, Бейт-Яков, Бейт-Юсеф, А третий – это Бейт-Юсеф, Который его в результате спалит. Значит, Мальбин по этому поводу говорит, Что Бейт-Яков, Что это война Гога и Магога, И что Бейт-Яков будет огнем, Он будет их сжигать сблизи, А Бейт-Юсеф будет пламенем, Он будет их сжигать издалека, Потому что Маше Эк-Бен-Юсеф, Ясэхайль, так сказать, Победи там, и так далее, и так далее. Да, и что, и не останется в результате ничего от Исава. И вовремя не будет? И уже нет. Ну, имеется в виду, от армии не останется ничего. Я так понимаю, что внутри нации будет конфликт, Который разрешится на пользу нас. Разрешится в результате вот этой войны. То есть, эта война, она объединит в результате. Тут интересно, что он говорит, Что-то сблизит, что-то издалека. То есть, понятно, что этот самый Гог, Он придет с востока, Со стороны, с востока придет. Северно? Он обойдет. Битва будет в районе Беката-Ярдэ. Это известно. Гог помрет там. Соответственно, Гог помрет там, В долине Ордана. Там будет основное сражение. Не, Мегидо, Это не долина Ордана. Короче, смысл в том, что Те, кто в Иудеи и Самареи, Они будут вблизи воевать, А те, кто внутри зеленой черты, Будут издалека. Вот, да? Это вот То, что Захария нам говорит. Да? Но в результате, в конечном итоге, Значит, это вот путь объединения. Да, и дальше там есть пророчество о том, Что древо Иуды, Древо Иуды и Древо Ифраима Сольются вместе, И будет, значит, Единое древо, И больше не будет двумя народами, И так далее, и так далее. То есть, это вот Про то же самое, Это, собственно, Есть вот этот распил. Гражданская война подразумевается, Или война все-таки Сусалом, которое объединяется. И то, и другое. Нет, на начальном этапе Они будут вместе С ЗАИСА воевать. Это не будет. Я не могу сказать. Нет, нет, в Захарии так написано. В Захарии? Ну, да. Так написано. На начальном этапе Они будут воевать, А потом, мама, Миша, мы делаем. То есть, они будут воевать Друг с другом? Похоже, что да. Окей. Похоже, что да. Если ты говоришь, Что... Подожди. Вот, я хочу, Что немножко поначалу вернемся. Да. На основе каких источников Каббалистических Вся эта лекция, Вся эта обобщение? Или здесь несколько источников? Там источники все приведены? Несколько? Нет, как раз Каббалистических Я не приводил. Не могу привести, Потому что я В основном Слушаю это по аудио. Это теория, Которую вы Вы так Ваше ведение? Что-то я, Что-то не я. Значит, Источники открытые, Так сказать, Я привел. Источники скрытые, Там, Где я ссылался на Аризаль, Так сказать, Там, Это Аризаль. Там, Где Я ссылался на На Историю Пурима, Это тоже Не я придумал, Так сказать, Всю эту схему, Да. За схему я отвечаю, За реализацию этих схем Непосредственно Вот в нашей жизни Это мое видение. То есть, Это ваш анализ? Да. Да. То, Что произойдет, Да, Это мой анализ. Анализ пророков. Анализ пророков, Анализ каких-то схем Каббалистических. Вот.